здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас будет творческий портрет это особо приятно делать потому что человек этот живет здесь в городском округе люберцы ходит рядом с вами вот я думаю что увидев его вы прекрасно сразу же считываете кто это у нас в гостях в валерий ярушин заслуженный артист rsf ср человек который кстати совсем недавно выпустил еще одну книгу о которой мы поговорим здравствуйте вы раз вот давайте сразу о книге потому что как вы понимаете книги пишут многие люди и надо же рискнуть сказать я готов написать книгу вы правду и сами же конечно мало того что мне все музыканты в один голос говорили тут и что ты должен описать в общем что ваши прохождения потому что то что по телевизору вас и говорили только такие вот бравурные какие-то речи а здесь я просто порассуждал мало того что я написал как мне сказали что это удачно это форме гастрольного дневника а с моего дня рождения до 2005 это первое издание второе издание с 2005 по 12 второе издание с 12 по 17 3 и вот это четвертое 2013 по 23 кстати обратите внимание тут и красивые фотографии то есть сюда добрано и хорошо так сделано и печать вот и самое главное туда еще дальше для некоторых вот такой вот диск неожиданность 45 хитов разных лет а и это вот прямо уйдет я знаю когда да ну скоро будем делать вот я хочу сказать что книга называется судьба по имени ариэль вот я предлагаю нашу сегодняшнюю программу назвать так судьба по имени ариэль и валерий ярушин или валерий ярушин и судьба по имени ариэль скажите пожалуйста начнем как бы с финала с конца так сказать да вот на сегодняшний день вы как человек опытный профессиональный как у нас сейчас говорят зрелый потому что молодые у нас уже по моему к сорока годам приближаются молодых так что как бы все еще впереди но тем не менее окидывая все что произошло с вами вы довольны истории своей жизни конечно сегодняшний день конечно доволен когда мне говорят и наверное изменишь отношения к жизни после того как ты будешь скучать в люберцах по челябинску любимому родному родному вот и учти это ну такие недоброжелатели скорее всего потому что я сейчас еще расскажу что мне люберцы дали очень много нового всего обновление наверное моей творческой жизни полностью потому что конечно как бы не хорош был ариэль понимаете но все равно это шора это шоры которые вот мне не давали выйти за рамки потому что а это не стиль ариэля у вас же вроде бы как актер родной роли да да вот именно как вот часто и сашу демьяненко да вот прикрепили к нему шурика этого и все он пытался были там серьезно поэтому когда я писал рок-оперы да зачем тебе это нужно но ребята вспомните в первом диске то органы в ночи паусы когда я аранжировал меня называли но это русский пинг флойд приятные были моменты их я все равно развивал серьезную это линию своего творчества поэтому вот у меня так и было что есть небольшое такое заложничество было вот этого жанра который вы тоже как бы участвовали в его рождении в создании он немножечко вас загнал вот в эту границу да 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 безусловно и когда у меня появилась группа иваныч во первых понятно потому что потому что меня отчество иваныч это время как раз было вот 90-е годы это революция эти все вот эти смешные стиле пошли какие-то там и панки вы вдруг выскочили ну делай все что угодно то есть и вы решили в воде тебе сейчас разрешено все практически вот ну чтобы не потеряться то надо все таки вот и тем не менее я взялся басистов уж ходя и бас-гитарист мне захотелось двигаться я в иваныч и получил такую своеобразную школу такую где-то хотя в школе даже в танцевальном кружке занимался русские танцы плясал все-таки у меня есть какой давайте мы сейчас на время иваныча оставим вот давай тогда вернемся к самым на стокам потому что в книге все начинается сначала где мальчик ты появился кто папа мама как все было вот когда я провожу когда меня провожали из садика и у меня было я маленький играл на гармошке провожала ваньку мать вас солдаты а там все слезами выливались потому что хорошо играет на всегда потому что мне отец уже в четыре года поставил хромку и начала учить меня а он сам играл на тело он сам играл как как любитель вот на хромке двухрядка он даже на баяни не умел играть просто надо яблочко да не на тарелочке там это всякие частушки все ну вот я и научился потом не от начали таскать по свадьбам маленького такую а я начался прослушиваться кто что поет ведь это потрясающе вы должны тоже помнить когда за столами собирались люди и после третьей рюмочки у всех желания вместе свой мороз мороз по диким степям за байкан тянет кто-то золото и пошло и вся толпа как бы начинается это потрясающе то есть сейчас такого почему-то не а это именно в челябинске именно это было в челябинске а я часто ездил на родину мама в курганскую область вот и самое интересное пока не упущу момент когда мне говорят стас ярушин это ваш сын с такой же фамилии ну ребята мы тоже думали что одна фамилица когда узнали наши прадеды жили в одной деревне селезян ед кульского района челябинской области оказывается он мой какой-то троюродный племянник таки родственник вот поэтому вот урала такие вот зауральские вот прямо ответили на вопросы когда готовился смотрю вот у нас еще есть и и рушили потом баян 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 потом меня в музыкальную школу но я вот к сани родители готовили вас для музыки ну конечно ну мама тоже она была она бухгалтер он слесарь абразивного завода но они смог хотели на на какую-то профессию шум конечно но если я куда вас услуг есть значит надо музыкалку а вы же же конечно образование но самое интересное и сразу пишу ребята это самый главный парадокс моей жизни меня не приняли музыкалку не обнаружили слуха то есть они признали что нет слуха и от вива я так испугался и проблеял там валерочка вот эту нотку спой пожалуйста это проблеял такой 30 минус у меня не приняли боже мой мама испугала как так он подбирает на свадьбах играет сюда ну так уже не может быть и с трудом просто меня пропихнули просто маме постоянно дарили курочки когда и конфеты а курочки ну да они же делают ревизию всегда бухгалтера хороших ну как это и всегда везде было наверно и сейчас тоже но раньше если помните курицы продавались вместе с когтями с когтями положила на стол к директору музыкальной школы и он ну что же давайте попробуем хорошо я ужинал а вы стали учиться и еще объявился как у меня женщина будет педагог да ну нет на баяне то зачем тамара ивана семена ну и потом потом потихонечку полигонку 3 уже у тебя валерочка не тут не два ряда будет а три баян лучше ну и потом полигонку пошло и все и я переиграл столько свадеб столько дней рождения вот это у меня как раз в краю почему и говорят почему-то успех то потому что я из народа чуть ли не с 4 лист но и получается это потом повлияло на ваше творчество когда вот как откуда откуда брать отчет грушина уже как сейчас артиста вот это тоже очень хороший вопрос я всегда презирал какие-то мусорную музыку как нам говорили педагоги это всякие всяческие рок-н-роллы там которые вот во время был конец 60-е года начало 60-х вот ну и потом естественно под эту папа попал и битлз в во дворе гоняли вот эти грязные записи вдруг один из моих студентов мы из училища говорит слушай пойдемте тогда один ансамбль поставлю меня на фон тут есть такой какой битлз да ну это зачем это мусор слушать и вот он когда мне усадил в кресло и поставил чистейшую запись и вдруг ангельский голос и здорово не боди гонцелы из нуты мастер-лори аллебалда галкин чистей их кто это битлз леннон такой да что я все вот мне взорвалось вот это здесь а ну-ка дай мне остальные записи чистые записи и я просто окунулся я просто упал и то есть у меня вот эта революция произошла именно после этой песни а сколько лет вам было и потом сейчас скажу 18 уже было да где-то я уже на 67 год я же мазучилище уже а в мосучилище пошли уже нормально взяли да конечно там все по классу чего класса баяна что так по баяну слоя ну все да но гитарка тоже где-то появлялась нет гитары дом ра у нас же был предмет изучения народных инструментов балалайки дом рачки ну я у меня попал вас такая дом ровая а басовка такая ну я пук-пук-пук поиграл поиграл ну естественно какие-то навыки были и вдруг мне ребята говорят слушай ты знаешь ты никогда не играл на электрогитаре нет электро ба электро бас ты не представляешь какой кайф приезжай к нам в копейск а копейск это вот как люберцы для москвы да так и копейск для челябинска шахтерский город даже не не замечаешь как въезжаешь туда ниже рядышком совершенно вот там можно ты говорит если согласишься с нами играть танцы там автобус ходит так нормально я прихожу они вот возьми только тут и четыре струны а какая вот эта четвертая соль да а я релями только знаю ну давай попробуй я только взял струну это неписуемое торжество вообще мысли всего чудо там же на контрабасе я рвал куботах со всей силой а тут еле задел и пошло пошел звук как я бас вдруг полюбил какая-то электробас выучил там эти все эти цифровочки гармонии и на первую зарплату получил в копейске за танцы 30 рублей у меня это было очень большое очень большая сумма то есть и с того времени к тому времени уже начал играть бас подпевать кому-то там еще но вот вот такой вопрос по ходу исходила то есть правильно что когда мы видим известных каких-то музыкантов любимых популярных профессиональных что хороший музыкант он в общем-то должен играть на нескольких инструментах конечно вы на каких сегодня не покорились это духовые инструменты я их обожаю я все время пишу для них соло и так балалайка это естественно гитару шестиструн я уже потом начал осваивать и сейчас даже часто выступают творческих вечерах не не с басом а с такой гитарой потому что есть такие романсы где нужно обязательно с перебором играть и так далее ну гармошечка само собой у меня маленький баянчик руслан который сейчас грыжал конницы это санкт-петербург раньше это ленинград изготовлял я таскал за собой вот это она кардионе можете вот конечно естественно это клавиатура то фортепиано а здесь у меня все я все знают как как у баяна там вот видно дашь как вы сами как инструменты сдвигаетесь да да я его даже меня такой есть трюк вот сейчас баянисты жалко не могу показать на баяне играют там-то 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 же самое только наоборот все думают ну и что ну наверное да это так сложно это да любу даже любая лауреат не сможет играть навык большую я сделал небольшую паузу впереди у нас еще долгий творческий путь во второй части как вот от вот этого первого знакомства из битлз и от этого замечательного молодого возраста когда можно все вы до сегодняшних дней у нас гостях валерий ярушин в общем-то не только со своей историей а с историей можно даже сказать страны дождитесь напомню что эта программа открытый диалог у нас сегодня в гостях заслуженный артист российской советской федеративной социалистической республики правильно сказал да вот валерий ярушин говорим о его творческом пути все равно битлз оказался здесь я кстати а элвис пресли а дюк электон или элла фиджераль джазовая вы как-то вас вам это не казалось очень приятно на нет наоборот как раз вот я и дуби тут знал вот эти то что она же даже проскакивала в пластин когда же конечно adobe тут я очень мне очень нравились духовые такие составы потрясающего джазовый составу от которых я тоже как говорится улетал в космос как мы говорим вот это вот солистов естественно слушал таких обыкновенные итальянские конкурсы там вот и это наверно надо надо было для музыкант как для чеками что обязательно вот хорошо гитара и начинается уже молода как все-таки появился ариэль который изучая вашу историю города и парадоксально вы уходили от порошка все равно пришли к порошку да все поймете какому порошку а то знаете ну да но порошок там латинское обозначение ариэль а у нас кириллица мне еще говорили а ты чё не хочешь срубить денежек с того ариэль подать да ради бога вы что ребят самая интересная что у меня уже после копейска в челябинских и слушай ты хочешь стать руководителем вот кода там место освободилось на дворе скультуры зсо завода сергородженихидзе а вот и мы тебе дадим какую ставочку такую наполовинку там будешь учиться и и вот мне при я пришел туда посмотрел молодых музыкантов выбрал такую более-менее нормальную конторку вот и начали играть даже на танцах даже уже и вот самые какие-то песни абадзинского там что отцом и оформу армида солистку медали такую ела евневич вот она тоже попела там все такое группа и я назвал ее аллегро аллегро в это время мне ребята говорят ты знаешь в челябинске такой ансамбль ариэль там гремит там ломают стулья на их концерты да вы что то что вдруг однажды их слушаю на концерте ну хороший концерт какой-то был с солидными какими-то людьми поэтому они никто там ничего не ломал они красивую песню спели и потом мне сообщили вы знаете мы хотим вас соединить в телевизионном таком конкурсе в кафе в челябинске в кафе так по моему как как же назывался неважно то есть кафе где мы установим камерой но и вы каждый исполните свои песни а а зрители будут вот голосовать и мы выразим объявим кто первыми со кто-то по той петель и лучший музыкальный ринг тогда вот примерно такой был это было сейчас вам скажу это было октябрь 1970 года вот когда мы дали от ленину в 70 вот вот она да да и мы выступаем в это время я самое главное не сказал перемотаем назад еще немножечко и вот среди этих самодеятельных артистов вдруг мне ребята сказали ты знаешь какую-то пацан классный поступил в институт культуры под послушай-ка его он говорят барабанщик да еще скрипач одновременно и кто такого быть не может и вот где-то я его услышал на каком-то дни рождения что ли упали ты откуда а я поступил только что я в оренбурге родом из оренбурга там такой щекой ну еще давай попробуем меня поработай вот в аллегро ну давай тем более у меня как раз вот сейчас будет это сам удален помнит кого удален давайте напишу вот это сам русскими буквами там споешь ему там клево бы там говорят мог можно это сделать и вот мы два коллектива ариэль и аллегро ну естественно там когда ариэль там публика там сопли слюни там все это наши кумиры но аллегро никто не знал но тем не менее мы так выдали хорошую программку так все в порядке вот и потом нам присудили первую премию все равно а потом там председательного зала получился призрительно замку тоже там вот потому что они близко к западу исполняли так немножечко не советская манера такая была но там комсомольцы сказали что надо будет авария более то есть у аллегро более советская манера вот подходит ко мне после концерта такой паренек из того состава барабанщик витя колесников суши валют мы тут решили вот что сделать давай-ка сливки из челябинска давай вот такой сборь как нам придете нам в ариэль вот и мы оставим звание ариэль хорошие чё нам разъединяться ну давай все и вот они меня выбрать я да и мы тебя все руководителем выбираем сразу нифига себе вот это было так и вас на царствование позвали варства и когда 7 ноября 1970 года такой про это вот праздник вы думали он и для страны будет праздниками для нас двоих глазах район ну вот и представлять орех давно был да он был 68 года уже два года существовал вот но он плохая у них была такая 1068 то получается юбилей 55 лет в этом но это было будет да в этом году уже так хорошо ну и начинается религия ваш вот ваша и да когда мы все пришли первая репетиция начали играть те рук и ручки которые у них есть я просто влился к но когда музыка через месяц сказали вот декабре будет конкурс о ломочем таланты давайте ребята выступите но только с английскими там не прокатит давайте давайте ребятам две песни ой мороз мороз не что в полечке не колышется красивая разложила на на голоса пять голосов там все они так нехотя выступили да ладно по конъюнктуры да что на русском надо а надо выскочить сначала потом мы будем петь все что угодно и вот мои слова то пророческими оказались когда мы заняли первое место так уважительно стали смотреть на меня смотри к интересно и тут же рождается вторая композиция которая тоже горжусь отставала лебедушка и вы тут же есть едем через год в горький город горький 650 лет по моему нижнем новгороду или там выступает группа скоморохи их перед концертом нам сказали вот это чё ты суши ты со своими русскими песнями вряд ли наверно победишь тут городский приехал из москвы ты чё они такое делают блюз рэй чарльза они там да не тут все упадут вам ну давайте покажите его самое интересное мы даже не решили не репетировать у нас орган сломался и никто не знает нас уже там поделены все уже заочно места уже все это так солны камень и солнечный камень занеска будет второе третье еще где там все такое разве и вдруг открывается занавес и я еще специально говорю это ведущим пожалуйста не говорите что мы челябинска давайте после первой песни вы скажете а вот на сцене сейчас вот такой-то такой танцам и открывается мы с вами в кафтанах на кафтаны такие шикарные отставала лебедь это упала бабам вам ну где пепл практически и вдруг кто это кто это все кто это челябинс не может быть и вот этот быть старт темный лошадкой темной лошадкой мы вы ехали да мы поделили правда сделали премии поделили между городским и ареалем городская морозе это низко и случае не там уходил там таким королем сейчас рассматривал люстры ну как обычно бывают люди такие известные хорошо да потом подружились нормально первые два момента важных это опорюшка и первый эфир надо первый эфир и вот пошло она запишите на ваш магнитофон и да еще было так и здесь еще радио тут и тишина впервые прозвучала она тоже выскочила тишиной и отставала ребёдушка вот эти две песни маяк раскрутил не только маяк ну вот эта передача такая радиостанция вода вот отсюда радует а отсюда надо начинать наш а телевизор когда пришел как вас пригласили после 74 только это нас отрезали нещадно мы заняли тоже первое место это тоже долгая история не буду говорить на эту тему тоже тоже такая темная лошадка тоже мне же не жить на занимание первое место но лапин министр телевидения это все известны он не мог как он длинноволосиков этих вот вы все были хазанов был пугачёва было все эти вторые третье места ариэль занял первое место только сообщили нас нет ну что ты будешь делать вот просто вот что чувствует музыкант который столько сделать тем более в то время телевизор это очень обидно и вдруг нет и очень обидно было но с другой стороны нам ребята то что подпольная популярность она еще больше воды и вдруг через полгода нас приглашает на телевидение в новогодний огонек выдумываю нифига что и так это же главное оказывается песен это какая только глянет над москвою это богословский это из стихи ярослава родионова пел утесов он и поет ее а мы сделали из нее хохму это самая скандальная песня если вы знаете я бы сейчас объясняю молодые не врубал это потому что она не понимает этого юмора они не знают как звучит пластинкой как испорчены эти боли перескакивает да да они же удивляются и наем так это можно можно электроникой сделать в чем юмор так вот в этом ее что мы сделали это живьем перескакивание несколько раз повторяли это все это тяжело и мы и пропустили вот лапин здесь пропустил эту песню впервые мы появились на экране 74 на 75 год и какие ощущения были вот показали ну конечно все тюлябинский к вам уже сразу стало это такой бомба взорвалась информационная очень сильно тут же моментально стали пошли уже приглашение и песни года участие да да уже все пошли но сразу три страны то вот что гдр чехословакия польша это тогда потрясающий а тем более по солдатикам в германии там уже по солдатам это вот 75 или там два месяца и там можно даже что-то на английском спеть если что-то там можно было конечно там ты чтобы чтобы понимать да да там ничего особенного хороших проблем более полюшка вот эта песня как родилась как вот поразительно так до сих пор вот включаешь где-то едешь и слышишь это с разных мест я объясняю моим музыкантам ребята мне пришлось делать такие вещи которые вы наверное я взял в публичной библиотеке стопку пластинок на тему русской народа в русские народные хоры я сидел и чуть с ума не сходил несколько дней я отмечал тогда вот эта песня мне надо вот эту песню надо одна из трех пластинок вот эту мне надо вот там восемь процентов женских слов я пошла я гуляла я веночек совела но редко мужики мужики какой-нибудь там казачью и все и так трудно делать иногда можно говорят мне разрешалось из женских мужские переделать и как бы от лица рассказчика это я там и вдруг мне попадается порошка парани старинная песня ох ты как она мне завела вдруг а сделаю к я сейчас как раз модная буни м сделаю к я в диско стиле все в диско стиле попробую даже в конце так как это серединке дам уж как ты меня сударушка высушила ну бубы фарелл прямую просто у него то у них поют этот негр и правда просто этот мальчик то там у них пил я тоже как бы про образ такого тоже сделал и вдруг такой ажиотаж после нее я даже не ожидал и никто кстати не воспринял это в основном как пародию не втолен он видел как собственный продукт все ну конечно это замещение как сейчас конечно она по-то потушкам она все входило во все танцевальные тем более вот идея как бы и нести то что-то мне ближе всего поэтому я из нее и как говорят сейчас зашло и собственно говоря это стало таким символом она до сих пор без нее никуда конечно а вы теперь вспомните недавно я получил сколько там три миллиона просмотров за один только эпизод это мне аленка прислала даже когда я с гитарой выхожу из воды это на самом деле на данный это не компьютерные не дела не все видит просто все басисты нифига себе порошка пара не мы вместе с надей бабкиной вот можете найти это есть в интернете порошка пара не значит надя бабкина русская песня и ариэль и вот идет такой вот состязание между девчонками и пацаны там с гитарами на грузовиках там и вдруг да 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 вступление к третьему куплету и друг я выныриваю натурально выныриваю причем с гитарой то не не фан с фанеркой а это джипсон итальянская eco это фирменная гитара стоило так вот и как доставали когда предыстория до этого было за два месяца мне звонит режиссер валер у тебя есть гитара который можно мочить в каком смысле в прямом агро как ну вот конечно доел уже эти фанерки какие-то и я вспомнил она у меня попала в авто катастрофу когда меня барабанщик вес на своей тройке однажды мы перевернулись вот так но наше счастье не было ни одного дерева мы кувыркнулись и встали на колеса бас-гитара у меня была на на заднем стекле она отлетела метров на шесть там где-то ну естественно там гриф повело уже бесполезно было я ее взял снял струны датчики димарсио знаменитые которые все басисты обожали там я специально ну и что вы купил другую гитару вот это нам не валялась и вот я вспомнил и все мы только работал старые струны поставил вместо датчиков самое смешное от шоколадки золотинку туда составил как будто датчики я наплыла вот вместе с поплавком около рыбака сыграла свою роль и сыграла осталось в истории как тебе три было дубля первое я начал когда вы здесь где стоп грают слушать игры пошел как солдат на какой александр матросов да надо таким звериным попроще вторая стоп камера заела наконец третье мне дали . спиртовой настойки на там куда мне это черная грязь и кто знает москвичи это такая штука там речка она очень очень холодная вот и я полез и третий дубль был удачным поэтому вот гитарой порошка пара не у меня до сих пор сожалению время наше заканчивается напомню что у нашего гостя были еще три оперы 3 рок-оперы вот которые чем поговорили были посвящены и в то самое время когда это было популярно акуля но завершая наш сегодняшний разговор еще раз напомню что книга более подробно рассказывает о судьбе нашего сегодняшнего гостя называется судьба по имени ариэль и вот я вначале спрашивал довольны ли вы всей своей истории а что делает сегодня валерий ерушин над чем ведь музыкант же шон до конца дней своих музыкантом должен обязательно пишется что вот сочиняется но что представьте себе что 53 года на сцене на профессиональная уже настолько въелась уже просто как бы в мою жизнь я не могу сидеть без дела обязательно обязательно сажусь за инструменты если даже что-то нет перед собой какой-нибудь текста там я сочиняю нажимаю кнопочку интересной мелодии чтобы сохранить сохранить и она потом как это будет приходит вдруг или вас вдруг да по времени очень 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 часто после прослушивания какого-нибудь очень интересного например последнее время увлекся гитаристом бона масса потрясающий блюзовый гитаристы от него просто и вот после него вдруг родилась песня моя дорога тоже можете послушать это одна из последних моих песен и но она все это по-русски сделано но она как бы с приемами такими живут блюзовыми которые есть то есть это идет всегда после прослушивания чего-то интересного последний вопрос до битлз не зря и понятно что и некой стиль все-таки вы сохранили до конца по крайней мере своего большого вот этого творческого пути продолжаете то есть леннон с вами обязательно что для вас битлз но это большие это мои великие учителя будем так говорить я очень многого у них взял и в творчестве плюс моего баянное образование вот это вот слияние ройка рок-н-ролла и дало мне знаменитая рель который сейчас вот действительно ребята как и когда ну когда вспоминают наши пластинки они говорят мне такой комплимент колоссальный что ваша пластинка русские картинки это лучшие пластинка ариэля она тоже это и за рубежом также сказали когда вот это вот русские картинки тот фолк-рок который очень приветствуется во всем мире вот поэтому вот битлз как бы не то что даже и на то что я и похож немножко на леннона это тоже сыграло роль потому что это всегда какое-то в какие-то флириды все-таки существует между музыкантами если они даже похожи друг на друга вот поэтому вот то что я говорю что я люберцы назвал любер пуль да просто говорит о том что я все-таки соединили да как в общем-то все творчество за что-то то что было очень давно сделать чем-то очень современным и важно спасибо вам огромное вам спасибо вам успехов ждем продолжение истории ждем новых композиций раз артист конец композитор работают а вам уважаемый поэтому есть прекрасная возможность стихи к валерию ярушину заслуженному артисту rsfsr который был гостем нашей сегодняшней программы спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а